Всем привет! Я на даче. Опять разговариваю у нас, потому что холод собачий. Почему собачий, не знаю. Вот. Это мои клематицы, которые болели-болели в прошлом году. Значит, что я подсмотрела и что я подслушала. Есть такая Аленушка у нас на Ютубе. Она разводит, ну, все разводит, все цветы. И вот она показала, я просто ролик видела. Ой, губы замерзли, говорить не могу. Вот как она удобряет, 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 наверное, быстрее всего. Свои клематисы и никаким... А, нет, это Светлана Александрова никаким молочком не поливает. Вот. Потому как им нужна кислотность. Короче, всех собрала я. И Аленушку, и Светлану, и, короче... Удобриваю опять. Опять я слово потеряла. Короче, куриным пометом. Посмотрите. Если удобрение нравится червякам, поверьте, оно понравится вашим цветам. Посмотрите, как они стараются быстрее-быстрее. Освоите быстренько квартирку или свой домик, где они будут жить. Видите? Червяки убегают быстрее в землю, потому что им здесь холодно. Они у меня вообще-то... Этот помет куриный лежит в пакете в целлофановом, в большом таком черном. Откуда они там взялись? Ну, наверное, сами завелись, я думаю. Потому что по той осени их не было. Вот. Все. Значит, такую вот канавку сделала. Здесь вот, видите, цветочек. Я там не могу канавку прорыть. Ничего, я и думаю, что им хватит. И никаким молочком я больше поливать не буду. Потому что жалко мне их тоже, правильно? И еще... Девочка, господи, забыла. Забыла, забыла. Тоже говорит, кислотность все равно нужна земле. Все равно нужна цветам. Любым цветам. Вот так вот. И почему глубже не делают? Потому что глубже там уже корни. Вот. За меня эту всю работу сделают работнички. Представляете? Вот эти самые длинные. Которые называются червячками. Вот все. Вот. Ты куда, товарищ, бежишь? Вот там вот еще кустик для тебя есть. Вот, вот, вот. Прямо рядом с тобой. Тебе там предстоит жить и работать. Не отходя, как говорится, от своего жилья. Вот здесь вот что-то осталось у меня. Вот. Я глупо я взяла их и пригнула. Думала, что больше будет. Да, будет больше. Но не в таком количестве, как сделала я. Я прям всю Лиану взяла, пригнула. И неправильно пригнула. Им же нужно давать вот так вот, вот этим, вот, вот. Вот этим коленцам. Допустим, два коленца пригнула, одному коленцу нужно воздух давать. Еще два коленца пригнула. Еще воздух. А, я взяла, все закопала. Ну, где же они вылезут-то бедные? Я, правда, их раскапывала. Они там есть. Но есть там корни просто-напросто. Вот. Просто корни образовались вот от этих коленец, да? Как я их называю? Я не знаю, как они правильно. Как их правильно назвать? Вот это вот соединение. Откуда почечка идет? Вот. Так что вот так вот. Работаю с кремотисами. Вот ту кучу уже удобрила. Подавала им тут у них все. Песточек в прошлом году я насыпала. Земли покупала хорошие. В Леруа-Марлен. Такой, знаете, рыхленькой, хорошенькой. Ну, вот, надеюсь, что от этого вилта я их вылечу. Ну, я надеюсь, понимаете? Ну, каждый человек надеется на хорошее. Так, вот он кустик, да? И вот так вокруг кустика неглубоко, как они, девочки, показывают, и Аленушка, и Светлана Александрова. Вот. Она говорит, вы знаете, Александрова, она же только клематисами занимается. Нет, нет, у нее розы только клематисами. В основном у нее клематисы. Вот. Ни разу, правда, не покупала, так как у Светочки Александровой цены. Вот, кусучие. Но я надеюсь, что там товар, наверное, такого же и качества. И вот так вот, и вокруг еще сделаю. Так, вот это что там вылазит такое? Трава, нет, не клематис. Вот это вот. Вот это мне что-то не нравится. Это как она, хохладка, что ли? Ладно, пусть будет. Посмотрим. В выходные приедем, посмотрим. Вот так канавку я делаю, как они учат. Понимаете? Вот. А то мы сами, как говорится, сами с усами. Сама я... И, кстати, ни разу я вот такое удобрение не сыпала. То кровяную муку, то костную муку. Ну, куда там? Там ее есть-то, извините. Жминенька. Жминенька. Откуда я слово это взяла? Ну да, щепотка. Вот. И сюда? А где они у меня? Не выползли? Нет? Товарищи, вы не торопитесь, пожалуйста, выползать. Сейчас мы вас будем заселять. Им холодно, наверное. Вот. Ну, в принципе, им-то... Если они зиму пережили, какой холодно в целлофановом пакете. Вот. Вот. Вот так вот. Их тут много. Я не думаю, что я смогу как-то навредить своему клематису. Ну, куриный поймет, вы же знаете, он агрессивный. Он очень агрессивный. Вот. Но я думаю, что они там за целое лето его уже переживали по несколько раз. Я имею в виду помет. Вот. Посмотрите, сколько их. Ту-ду-ду-ду. Это все. Смотрите, они прям клубками. Это все помощники. Вот. Да, какая прелесть. Там еще прям клубки-клубки большие. Мне еще яблони надо так же покормить. Смогу я, не смогу, потому что мы приехали всего на два часа. И все. И вот так вот они делают. Вот так вот. Ну, так же, как яблоньку мы же кормим, да? Канавку делаем. Только мы там для яблоньки делаем канавку чуть поглубже. Чуть. Смотрите, работники, помощнички мои. Вот. Там мы канавку поглубже делаем. Опс, релиз кармана вылетела. О, уже из лопатки потеряла. Вот. Буду говорить, кто это мне лопату сломал. Так. Там мы просто делаем поглубже. И как, пошире может быть, да? Когда яблоньку так же, яблони, так же груши и сливы, если у вас есть. Мы просто привыкли. Ну, не я привыкла. Люди, которые... Саша, у меня привыкла, что я, Владя, по какой-то причине должна все рожать сама по себе. Вот. Никто ничего не будет, если вы кушать не будете давать. Так. Ну что? Работу я на сегодня выполнила. Пойду. Значит, там какие-то у бабушки были. Будут копать все равно там убирать. Огни Москвы. Знаете, такие луки. Такие высокие. И шапочка на них такая большая, круглая. Вот эти луки. Я хочу парочку выкопать. Я знаю, что они тоже рассеиваются, мусорят. Ну, ладно. Будем, как говорится, следить. Так, камушки убирать я навряд ли буду. Почему? Ну, смысла нет. Я смысла не вижу. Вот эти камни убрать. Можно упорядочить их как-то вот так вот. Вот. К стене сложить. Но. Когда пойдут клематисы, этих камней не будет видно. Особенно вам за тем клематисом. Если он болеть больше не будет. Можно, конечно, за тот кустик сложить. Вот. Японский спири. Ух ты. Мне кажется, мне ее обрезали или нет? Или мне так кажется? Так. Это тоже цветы у меня будут здесь расти. Ой, ладно. Потом покажу, расскажу. Ага. Все. Побежала, побежала выкапывать луки. А это моя любимка. Принц Монако. Любимка. Да, да, да. Одна из любимых. Почему? Потому что мало того, что мало болеет, так еще и обильно цветет. Вот. Ей я привезла угощение из дома Осмокот. Так как Осмокот является, так сказать, дорогостоящим удобрением. Поэтому всем розам я не могу дать такое удобрение. Брала по 700 рублей. Это где-то осенью было, да. Зашла туда же, на ту же страницу, к тому же продавцу 800 уже. Ну, извините. Ну, нашла еще подешевле где-то. Не 800. А, нет, нашла. Ну, короче, подешевле нашла. Вот. А то нашла, нашла. Давай, Берис. Вот. Такие камушки постоянно. Я собираю камушки. Да что ж такое. Так, собираю, выбрасываю. Что-то забираю себе. Вот такие камеши, вот такие голыши я собираю. Зачем спорожить? Зачем? На клумбу около пятиэтажки. У меня там клумбочки небольшие. Вот. Складываю там. Красиво делаю. Так, ну что, все. Может, еще кому дам, потому что осталось у меня. А, вот еще. Вот, е-мое. Люда, Люда. Это у меня череночек. Череночек, сейчас скажу. Ой, белая роза. Что-то там роз. Ой, ничего я себе тут сделала, как бы не грохнуться. Растяжку. Так. Миявушка. Кому-то еще я хотела дать. Этому удовремице. Так, тюльпаны скоро-скоро. Смотрите, прям на подходе, на подходе. Прям бутоны вон какие. Холодно. Очень холодно. Я вам скажу сегодня. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Работаем? Молодец. Так. Ага. От Миявушки что осталось? Диппи-пишин. Я не знаю. Очень высокую я ей оставила ветку. Ах, она вытянет. Она очень сильная роза. Очень-очень. Так, вот она кажется, да? Да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да. Леонс Роуз. Все, вспомнила. Леонс Роуз. Вот тот череночек, который я покормила. Леонс Роуз. Боже, какая эта роза сильная. Благо она розовая. Она беленькая. Так, и вот здесь у меня посажена. Ну, очень густо. Ну, когда я выписала эти розы, я еще не знала, что так густо сажать розы нельзя. Ну, вот эту среднюю просто выкопать и будет все хорошо. Так, вот эту я уберу. Вот видите? Мало того, что он замерз, да? Маленький кончик. Здесь маленькие веточки. Она будет цвести. Ну, она здесь не нужна. Она будет цвести. Это тоже очень сильная роза. А, куда вот эту гадость отнести? Почему гадость? Потому что если вы проколитесь, уколитесь, я имею в виду, случайно, то это будет капец. Я уже в прошлый раз. Какие перчатки? Какие там перчатки? Я так проколола. Руки все наколола. Так, очиток ложный. Какая красота. Здесь столько летом было слизней. Я вам передать не могу. И все вот здесь вот они прятались. Вот, и так я их не поубивала. Я представляю, сколько сейчас здесь отложено яиц в море. В море и океан. Так, а почему я не посадила вот эту вот гортензию? Я не помню. Так, ладно, посадим. Посадим, посадим. Так, Люда, быстро работать. Я эти луки даже еще и не выкопала. Еще и лопату не взяла. Пошла за лопатой. Вот луки, которые я хотела выкопать. А вот яма, до которой я так, извините, до них не докопалась. Почему? Так, ну, по колено фактически. Потому что здесь 24 куба поднимали землю. Вот так вот. Так, дальше, что я хочу показать. Значит, удивительно, да? Клематис и кормим, бегаем, прыгаем около них. Так, вот видно, да? Здесь просто когда-то близко, вот недалеко от этого места сидел клематис. Осталось, наверное, какая-нибудь корешочек какой-нибудь или какая-нибудь ниточка. Смотрите. Кто кормит? Кто укрывает? Кто ему что делает? Здесь он пробил цемент. Опять, я повторюсь, это сила воды. Так работает. Так что вот так вот растет, да? И будет расти, и будет свистеть. Я каждый год его снимаю, каждый год его показываю. Вот такой вот сильный. Вот такая красота. Это хохлаточки, которые у меня вот по всему огороду. Оказывается, они сами рассеиваются, потому что была здесь может быть одна, может быть две от силы. Вот. И они сами насеиваются. Смотрите, какие прям огромные кусты. Вот я в одном лесу была, там где эти хохлатки и синие, и красные, и белые, розовые, всевозможных, так сказать, сортов и видов. Вот здесь насеялась вот так вот одна. Наверное, быстрее всего здесь же участок поднимался, поднимался, земли всегда завозили, завозили. И, возможно, где-то лесная земля попала. И вот так вот они сюда к нам попали. И не мешают они вовсе. Они вот так вот сейчас отцветут и спрячутся. И вот, посмотрите, я увидела. Такие у них локовички. Просто там земля, где будут копать сейчас, я увидела, думаю, дай одну выкопаю. Локи не получилось выкопать, выкопаю хотя бы хохлаточку. Посмотрите, какая прелесть. И они, оказывается, сами себе рассеиваются. И этому доказательству вот повсюду. Вот это чудо повсюду. Я боюсь, что они даже могут здесь все заполонить точно так же, как вот эта ромашка. Забыла как. Забыла как называется. Перетрум. Перетрум, я так поняла, что это, в принципе, название ромашки. Она беленькая такая, хорошенькая. Так, это колокольчики беленькие. Я тоже, они здесь насеиваются. Это тихий ужас. Если вовремя не срезать семена, то она вот так вот будет вот такая везде. Я просто приготовила для девушки, для одной. Если она захочет, на работу пусть забирает. Может, кому-то подарит. Может, у кого-то их нет. Вот. Меня их полным-полно и здесь не нужны они. Потому что я тебе говорю, что нужно за ними следить очень-очень. Так, ладно, нужно закопать. Ну, чтобы не везти, вот так вот закопаю вот сейчас вот этот горшочек новенький и все, и повезем. Поедем на новое место жительства. Вот так вот. А вот еще вот выкопала тоже кустик хороший, красивый. Они безумно красивые. Они одни из первых эти вот колокольчики цветут. Ну, очень много засеялось их. Очень-очень много. Я уже дома, в пятиэтажном доме. Тастология, да? Посмотрите, ни разу не видела, как цветет брунер. Ой, брунера. Бадан это. Брунера, вот. Она тоже с цветочками. Вот у нее розовые маленькие. Но она очень сложно лезет. Я имею в виду из-под земли. Так, это... Это какие-то у меня, я не знаю, ирисы, наверное. И вон еще вдалеке у меня брунера. Ой, сейчас опять будет перемернутое видео. Короче, первый раз я вижу, что бадан выдает цветочки. Ну, и в принципе, мне нравятся его... его листья. Такие они жирные. Потом осенью они становятся красные, да. Так, это я плиточку привезла с дачи, чтобы не выбрасывать на помойку, так скажем. Вот так вот я делаю, да? Ну, чтобы земля не скатывалась. И вот смотрите, я так и не обрезала эту гортинзию. Значит, как ее резать? Буду я, не знаю. Вот эта веточка, она сломана. Вот, маленькая. И она... Нет, она кверху отходила. Короче, я ее обрежу, наверное, совсем... Ну, где она переломалась, я ее там и отрежу. Так, взяла корректор. Да, чтобы сразу замазать, так скажем. Ну, ааа, сейчас. И вот. И мне кажется, она показывает, как ее обрезать. Посмотрите. Вот. Прямо выдава. Зелененький. Я не знаю, видит, не видит. Вот зелененький. Камера видит. Вот зелененький. Но их много очень. Я не знаю, кого сохранять, кого не сохранять. Здесь эти, значит, повыше. Этот будет чуть пониже. Нет. Не знаю даже. И вот. И вот зелененький. Здесь почему-то я не вижу, да. Но она потом сама выдаст. Если я обрежу вот такой высоты, она выдаст потом. Которые спящие почки, она их пробудет потом. О, кому бы. Сейчас Черенкова. О. Это вот соседка моя вырастила. Вот этот кустик. Молодец такая девочка. Вот. Ну, девочка взрослая. Уже ей. Четыре десяточка. Вот. Ну, девочка. Сто процентов. И вот здесь. Сейчас замажу. Так, кому нужны приходите, забирайте череночки. Я тоже так пробовала. Из зеленого, вот, из этого выращивать лучше всего. Эти тоже дают корни. Медленно, долго, но дают. Так, все. Теперь я замажу сейчас быстро-быстро, потому что она начнет плакать. Вот. И все. И обрезка на этом завершена. Конечно, затянула ее немножко. Но ничего не поделаешь. Она сейчас быстро, она затягивает быстро-быстро, корректо. Так, вот так вот. Всем-всем привет. Как всегда, я начинаю свое приветствие ну, вот, из этих слов. Значит, смотрите, что же у меня тут такое. Всегда хотела выбрать кадр какой-нибудь хороший, да, чтобы ютубец выбрал что-нибудь. Но он выберет, как всегда, или горшки, или какие-то бутылки, или просто землю. Вот почему так, не знаю. Хоть я и ставлю картинку самую переднюю, там, красивую, хорошую. Но получается то, что получается. Я не огорчаюсь. Может быть, там что-то есть такое особенное, что можно делать самим. Я не знаю. Ну, не знаю, так не знаю. Ладно. Вот моя бегония. Многострадальная моя бегония, которую я хотела выкопать. Думала, что по осени, что там и сохранить картофелин и в этих бегоний. Картофелин нет. Что ж горли-то, а? Короче, я раскопала, посмотрела, думала, сейчас срежу. Все вот так вот. Вот, догадалась хоть палочку взять. Вот так срежу все и положу в холодильник на хранение. Не тут-то было. Что это за сорт таких бегоний, я не знаю. Короче, поставила я горшочек, выкопала земля вот такая прям вот. Они загибались у меня на балконе. Я их пересадила на улицу, на клумбу. Вы представляете, они продолжили. Они цвели целое лето. Я была в шоке. Что там им на улице такого прям раздают, как говорится, ванну небесные, наверное. Ну да, все натуральные, поэтому они и цветут. Ну вот. И стояла она у меня в коридоре на лестничной площадке. Я целую зиму думала, что может быть кто-нибудь успешно ее и прихватизирует. Нет, никому не нужна. Ладно, вот смотрите, видите, листья загибаются. Я думаю, что ей не хватает питания, потому что или воды переборщила, вот, вода стоит, или нет, выпила, нет, не выпила, вот стоит. Просто я решила ее все-таки как-то пересадить. Есть у меня, значит, девушка, Галя, знакомая, она из нашего города, живет сейчас в городе рядом, город Обнинск. Это очень знаменитый город. Чем знаменитый, почитайте, в Википедии. Так, и вот она мне посоветовала, значит, срезать вот эти веточки, вот эти повыше поставить на укоренение. Я, конечно, сомневаюсь, что они у меня укоренятся, но я буду пробовать, буду экспериментировать, так сказать. И есть у меня надежда, вот, эксперимент будет называться надежда, наверное, надежда на то, что он не имя надежды, нет-нет-нет. Вот, на то, что он даст корешочки, потому что они очень красивые, они такие бутоны, у них такие прям набитые, набитые. Вот как Леруа Мерлен последний раз я видео, значит, снимала, вот такие они. Вот, приготовила я к этому празднику, так сказать, циркон, вот уже разбавила, его вот такую пеночку дает. Ну, как всегда, я ливанула, оно туда полилось много, и вот такая пена. Почему от циркона и от эпина пена, я не знаю, что там, нужно бы почитать, что там ходит в состав. Так, значит, циркон, янтерная кислота, я последнее время ее стала употреблять, вы знаете, ну, как бы нет ни выпадов, ничего, очень хорошо. Ножик вот так вот, вот такой вот канцелярский, если есть, можете заменить новый, если есть, у вас запасные, у меня есть, но где, не знаю, это надо спрашивать у мужа. Так, ну и бутылка водки, водка, понимаете, зачем? А, ну да, вот тампончик, вот такой вот, вот кружочек, диск, тампончик, какой тампончик? Люда, ну, что такое? Что за безобразие? Диск вот такой вот, можно два диска, можно десять. Так, все, диском, значит, я намочу водки или спирт, неважно, был у меня это спирт, я его чуть-чуть развела, и стал он водкой. Вот, ну, я стол протираю, я все протираю вот этой водкой. Так что я это все сейчас протру, и буду, значит, срезать вот эти вот такие мегалитические мои бегонии. Вот, верхушку, Галя говорит мне, значит, Галя, живем на даче, я забыла уже, да? Наверное, я забыла. Канал у нее называется Галя, живем, ой, Галя, господи, на даче. Ой, забыла, напишу внизу, напишу. Галя зовут просто. Люда, я не вага. Я когда увлекаюсь чем-то, я вообще про все забываю. Живем на даче у нее канал, что ли? Ладно, потом напишу внизу. Вот, что, чтобы обязательно, а я еще, знаете, что сделаю? Я еще вот эти столбики тоже поставлю, вот я приготовила новенькие стаканчики, как она, Галя советует, значит, обязательно возьмите воду кипяченую, я бы взяла, конечно, дождевую, но бежать вниз не охота. Там у нас ведра стоят, ведра не мои, но не важно, и в них вот как раз дождевая водичка. Вот, воду вот эту вот я подготовила с фитоспоринчиком. Ну, фитоспорин, я не знаю, убьет кто кого-нибудь убьет или нет. Циркон, это же натуральное, натуральное, это натуральное, все натуральное. Так, да, еще я добавила вот сюда в этот грунт, вот сюда, циркона, микориза, ой, циркона, господи, вермакулита, кормилицу микоризу, ну и все вот такие там разрыхлители. Вот, потому что вот этого беленького не было. Так, что буду сейчас потихонечку, помаленечку, как говорится, срезать, я боюсь даже, ну, а, подготовила еще горшок, вот, просят, чтобы не водить быстро камеры, и потому что голова кружится, у людей кружится голова. У меня тоже такое бывает, если там кто-то быстро камеру, да даже если сама. Вот, землю я вот эту верхнюю хочу встряхнуть. Хочу ее встряхнуть, чтобы немножко заменить вот на эту, которую хорошую я подготовила, потому что я думаю, что она уже, так сказать, скушала с этой земли все, что было. Вот. Ну и добавлю, боюсь тоже добавлять, понимаете, осмокотик, вот это он, скромненько у меня там в пакетике, я по чуть-чуть его добавляю, потому что я брала за 700 рублей, то ли 700 с чем-то, то ли 700, не помню. Вообще, у Глера Мерлен, он 1200 что ли стоит, да ну, 1200 я уже точно не возьму. Вот. А так на Вальберес взяла вот это что? А, это тоже листик, ты моя бедная, господи, лишь бы что-то не сломать, я так боюсь. Вот, вот так вот я подковырну сейчас, встряхну эту землю, то есть ком полностью я не буду разбивать. Почему? А потому что боюсь я. Понимаете? я боюсь навредить тем корешочкам, я вообще боюсь что-либо делать. Вот. Ну, я потом обработаю еще и пином, что камушек, а, смотрите, люди добрые, это камушек. да, камень, вот такой вот, я говорю, что я набирала прям лопатой, прям вот горшок, который там нашла рядом, с клумбой валялся, и вот так вот, и вот он, стояла у меня, эта бегонька, так что, операция по пересадке бегонии начинается. продолжаю дальше свой эксперимент. Очень боюсь, очень боюсь за эти маленькие, вот, которые повылезли из земли, вот, росточки такие, вот они, вот они, очень боюсь, но все посрезала, вот, пеньки посрезала, ой, где моя палочка указательная, вот этот пенек еще буду срезать, вот это я засыпала, укоренить такая, укоренитель, короче, так и называется, укоренить, и вы знаете, больше всего я ему верю, больше всего мне понравилось, как с ним укореняется, я не знаю, вот фитоклон, эрадигрин, чего только нет, вот, и что же я тут наделала, вот сукоренить, прям присыпала сразу же в земельку вот такой маленький черенок с одним обрезанным листиком, листики я обрезала по бокам, ну вот так вот я их пообрезала, вот, вот видите, для того, чтобы было поменьше испарение воды, ну так говорят, влаги, здесь, значит, поставила в стаканчик так же, как мне Галя посоветовала, Галя называется канал, живем на даче, Роглый год, посмотрела уже четко, вот заполнила галочка спасибо большое для того, ну за то, что меня учите, вот эта вода, колиусная, это в каком смысле колиусная, это я там держу целую зиму колиуса, передерживаю, я уже показывала, и вот та вода, в которой они сидят, там уже есть тот самый корневин натуральный, ну не знаю, посмотрим, что укоренится, может ничего не укоренится, но у нас есть надежда, так скажем, так дальше, с фитоклоном, как же я туда фитоклон, ну как, что я сделала, что вот написано с фитоклоном, а там вода, брала вот так палочку, палочку вот эту, макала, три раза, макнула в этот фитоклон и развела с водичкой сюда, ну так вот разболтала, и все, я не знаю, как правильно делать, если кто знает, подскажите мне, пожалуйста, я вам буду очень благодарна, вот, я очень рада, когда девочки из своего какого-то опыта что-то мне подсказывают, так, здесь укоренить, вот этот укоренить состоит из какой-то золы, поэтому смотрите, я размешала, в этом и правда какая-то зола, посмотрим, так, и что, и фитоклон, а нет, циркон, циркон еще, циркон, и здесь чуть-чуть прям потрясла кислоты янтарной, прям, ну вот буквально там попала такой кусочек, что еле под микроскопом видно, и циркончика также палочкой вот так вот залезла в циркон, вот палочкой, три раза туда размешала, прям совсем чуть-чуть, вот, потому что боюсь, ну и все, и укоренить, вот, намокала вот эту палочку, которую срезала, ну, я не знаю, стволик, стволик, залила водой, сверху водичкой, светостарином пролила, я не знаю, и прошло уже до конца, или нет, влага, прям до конца, до самого, да, все пошло, прошло, вот, и поставлю, если даже кто-то укоренится, кто-то корешочки даст, я буду очень рада, буду счастлива, да, еще вот сейчас обрежу вот этот, и вот этот обрезать или нет, Галя, если вы видите мое видео, скажите обрезать, потому что вот этот пенечек, вот он, где, я его не присыпала, я обрезала хорошо вот этот, самый маленький, самый нижний, вот, а вот эти два пенька, так, так знаете, определенно прям, еще раз повторюсь, могу двадцать раз повторить, я никогда этого не делала, ролики я тоже не видела, а, здесь уже все затрясло, вот видите, вот так вот, можете корректором, который для бумаги, для канцелярским корректором, можете тоже так же его, прям ляпнуть, и все, и он закроется, ранка закроется, вот, почему этим я вот так вот притрясла, я не знаю укоренить, ну, что-то мне подсказывает, что сойдет и так, так что вот так вот, вот такой вот у меня эксперимент, ага, и сейчас буду пересаживать, вот эту, вот она земля, тут такая, неплохая, уличная земля, вот, я ее как буду пересаживать, я ее хочу встряхнуть, вот эту земельечку, вот эту, в какой-то тазик, в какой-то пакет, прям, вот так боком встряхнуть, вот, сколько встряхнется, столько встряхнется, и пересадить просто в другой горшок, горшочек я уже приготовила, вот такой вот красивый, фиолетовенький, был бы, конечно, белый, больше не пойду. Не приглашайте меня и не заманывайте ничем. Вот этот горшочек, который я показала, и еще такой же маленький, обошлись мне в 265 рублей. Просто нужен был срочно горшок. Вот знаете, что это такое срочно? Вот прям все, капец. Конец света, нужен горшок. Я уже 20 раз докупила горшки в Леруа Мерлен. Сейчас покажу. Вот как раз. Вот эти зеленые по 40 рублей. Вот эти зеленые. Вот эти белые по 28, что ли. Представляете? Сколько я в фикс прайсе заплатила? Вот эти по 28. Я не знаю, сколько здесь литров. Ну, 2 литра здесь 100% есть. То есть они как раз подходят мне. Вот так. Так что в фикс прайсе я больше не ногой. Ну не знаю, там дорого. Ну я не знаю, туда люди ходят, бабушки старенькие. Мне так жалко, я не могу. Бабушку я вспомнила, она ходила. Так что мне не понравилось? Что горшки дорогие. Вы понимаете, в чем дело? Это же он, как сказать, вот он без кашпо. То есть, ну как бывает, если дорогой горшок, то сюда помещается кашпо туда, прям с дырочками, подставочка какая-то. А это какой-то, это что? И такой же маленький за 265 рублей. Я, короче, все, мне не понравилось. Это очень дорого. Это для меня это дорого, да. Ну что, буду дальше делать. Вот это сейчас отнесу, не знаю куда. Ну, в комнату спальню, а там, где более-менее не так прокладно. Потому что здесь я все очень проветриваю. Так, мне звонят, я побежала. Тихий ужас, что я здесь откопала в этом горшке. Червяки. Вот, большие куски камней. Ну я же сказала, что я выкапывала его с грядки, прям там, где у меня клумба. Я сейчас это все вынесу, конечно. Вот какие куски камней. Это уже третий камень. Вот, ну, правильно, на клумбе, чего только нет. Червяки, бычки, камни. И вот в этой земле, она у меня дома загибалась. Вот в этой земле ей понравилось, и она цвела у меня до самой осени. Прямо уже на холода начались, и тогда я ее только откопала. Понравится ли ей моя земля с микоризой? Я не знаю, черви остались здесь или нет. Вот, я не могу промывать, я промывать не буду. Вот это все корневое, вот, потому что я смотрю, уже всасываю, еще пошли корешки. Куда это он собрался? Ну-ну-ну, жди, я тебе сейчас вынесу на большую землю, да, в большую жизнь. На большую землю, я знаю, вы трудяжечки, я знаю, вот, жди, я тебя вынесу на улицу. Их тут три, короче. Короче, вот такая вот история. И корневая у нее вообще никакая, это как понять. Поэтому я видела точно, видела, видела ролик. Я видела ролик, там они для этих бегоний, которые клубнивые, они их сажают, прямо они почти плоские, вот эти горшки. Я маю, а я такой большущий приготовила. Ладно, что теперь? Такого плоского у меня точно сейчас нет. И сажать будь что, как говорится, в кабы что, я не буду, я посажу в этот, который у меня есть. А что сделать? А что поделаешь? Оказывается, правда, я вспомнила для бегоний специальные горшки. Ну ладно, пусть ей кажется, это горшок космосом. Вот. Не обязательно ей протягивать такие корешки прямо до дна. Да я не думаю, что она их туда прямо дотянет. Все, насыплю сейчас земли, поставлю ее. Ох-ох-ох. Ох, когда ничего не умеешь. Очень плохо. Девчонки, подскажите, есть у вас такие бегонии, которые без картофелины или луковицы? Как правильно их называть? Я же не знаю. Вот. Так что вот так вот. Учимся, учимся. Самое главное, что я учусь, понимаете? Самое главное. Я пытаюсь что-то познать. Очень плохо, когда человек не знает и знать не хочет. Вот. Все, насыпала земли вот сколько могла. Ну и сейчас немножко заглублю, конечно. Вот где-то вот так вот оставлю. Вот так вот, может быть, оставлю. Что у меня получится? Может быть, обратно придется вот так вот. Знаете, как блины делаются или что там? Тесто, тесто, да. То макички, то водички. Кстати, тесто я люблю очень заварное. Ну, любила. Мне сейчас тесто нельзя. Никакое не заварное. Ой, как же оно легко делается. Заварное тесто. Из него пельмени, вареники. Вау. Прям тесто, да? Это прям тема теста. Так, ладно. Две руки нужно. Посмотрите, что можно принести с улицы, когда вы выкапываете цветы. Это не червяк. Это слизи. Видите, вот усики макро как-то, микро-макро делают съемку. Я не умею. Да что же такое? Вот. Вот видно, нет? Ползет, никуда-нибудь ползет. Понимаете, он знает, где земля. Он маленький был, скрюченный, в сонном состоянии, потому что сейчас холодно на улице. Вот эти гады съедают мои хосты. Вот видно рожки. Вот рожки. Он ползет. Так он поменьше. Это сейчас он растянулся, потому что он ползет к цели. Ползет он к жизни. Расковыряла я свой, посмотрите. Все. И мне чувствую, я надо промыть его. Потому что если там маленький слизень будет, то он сожрет все. Вот. Блин, я даже убить его не могу, а? Да что ж такое? Вот. Блин, что делать? Ну не могу, там тысячи этих слизней, я их сейчас вынесу и все. Не буду я его убивать. Ну ты нафиг. Вот. И вот это все придется промыть. Это все. Потому что один слизень, один, всего один, он сожрет меня все здесь. Мало того, что сколько яиц они откладывают один, одна особь. Одна особь. О, пройдет собака. Все, да полз. Все, спасение. Жизнь, спасение. Ох, пошла промывать. А что делать? Ничего не поделаешь, а жалко. Смотрите, какая красота. Нам еще хорошо, я не обрезала полностью вот эти вот пеньки. Потому что держать за что тогда? А эти еще маленькие-маленькие, прям на них дышать боюсь. Вот такое чудо я отмыла, я откопала. Отмыла от червей. Еще одного вытащила. Вон какой ползет. Я за тихий ужас. Он прятался вот здесь. И я не уверена сейчас, что их там нет. Но вроде бы все промыла. Смотрите, как они идут. Никакой луковицы, никакой картофелины, ничего нет. Вот идет стволик. Сейчас не буду обрезать, вообще больше не буду обрезать. Пока пусть. Может быть. Может быть, так сказать. Все у меня получится, что он. Не погибнет. Так, ну что, закапываю. Вот сюда вот, в эту земельку буду. Не знаю. Вот может быть, даже нужно было оставить вот с этими червяками. Он же привык с ними жить. Привык. Не знаю. Не знаю. И вот смотрите, сколько там малышей. Вот они. Вот, 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 вот. Они собираются вылазить еще. Я в шоке. Ой, было бы хорошо. Так, значит, мой эксперимент продолжается. И так скажем, ну, ничего хорошего я не увидела в этом. Вот циркон. Ну, не знаю, не помню. Сбросил листву, да. Вот он. Череночек. Он даже упал. Ему даже не за что держаться. Вот. Это с цирконом. Один еще остался. Их было здесь два. Так, фитоклон. Значит, да, число видно. Сегодня 15 апреля. Ставила я их 12-го. То есть, даже листву поскидывали растения, потому что наверняка это для них оказалась эта вода с этими укоренителями отравой всего-навсего. Так, вот здесь укоренить, ну, которым я люблю пользоваться, укоренить я чуть-чуть сыпанула, стоят все листики. Что значит натуральный укоренитель? Там что-то такое похожее на золу. Вот оно на дне даже там болтаются кусочки, типа золы. Ну, что-то натуральное. Мне кажется, чуть ли не золо там. Вот. И колеусная вода. Ну, колеусная вода, она вот-вот прям все завяла тоже. Я сейчас постараюсь... Вот они, листики. Вот все. Все завяли. Почему? Так, потому что она уже стала... Эта вода попадает вот эти листики, да, фракции листика вот таких вот. И она затухает вода. И она немножко протухла, я так думаю. Ну, не думаю, а запах точно был. Вот. И если бы это колеус был, колеус все перенесет. Потому что само по себе сильные растения. Ну, а бегонии, они очень красивые, очень нежные. Короче, пальму первенства, как говорится, держит у нас укоренить. Вот так вот. То, что мне больше всего понравилось. Это вот этот укоренить. Продолжаю дальше, как говорится, экспериментировать. Ну, посажу я сейчас. Но тут, если есть какие-то начальные стадии или загнивение, или уничтожение, то есть не перенесло оно вот этого циркона, растения, оно погибнет. Но я все равно их поставлю под стаканчик и в грунт. Ну, кто его знает. Мало ли. Я так пробовала по осени, у меня ничего не получилось. Ни с одним растением. Ни с одним. Ну, вот такой я мастер, так сказать, размножения цветов. Персидская ромашка, перетрум розовый, робинзон. Еще и написано робинзон. Вот. Везде она у меня растет. И на даче, и здесь у пятиэтажки. Но мало, понимаете? Маловато будет, маловато. Вот посеяла. Значит, стоит на холоде, как бы подумала. Ну, очень проветриваю балкон, открываю. И, ну, как думаю, ну, ладно, она такая прям неприхотливая, и ничего с ней не будет. Будет, будет. Сразу же черная ножка будет. Вот, пожалуйста. Видно? Чем сожрала. Моментально. Что такое черная ножка? Ну, это целая такая куча всяких неприятностей, всяких болезней. Что же я думаю? А, еще и мошка полетела. Уже сказала или нет, уже не помню. Так, ладно. Что делаю? Не засыпаю никакой сухой землей, никаким перлитом, никаким филитом. Делаю вот так вот дырочки, да, чтобы быстрее просохла земля. И открыла, потому что была закрыта она у меня еще. Понимаете? Самое главное открыть. Закрыто было целлофаном с дырками, с большими такими. То есть проветривание было. И сейчас не страшно ее открыть. И, пожалуйста, от мошек девочка мне посоветовала. Спасибо ей огромнейшее. Вот почему я на ютубе, почему у меня канал? Потому что мне люди советуют. И мне это очень нравится. И мне это очень нужно. Понимаете? Вот, так что огромное спасибо, девочки. Простите, не помню, как зовут. Вот, потому что советов очень много. Вот, еще, кажется, одна упадет, не знаю. Ну и гром, и дырочки. Все, больше я сделать ничего для них не могу. Подставить под вентилятор, не знаю. Ну и, конечно, поставлю сейчас в сухое-сухое место. Ну, не очень сухое-сухое прям. Поставлю в спальню. Вот, там чуть-чуть у меня так, на уровне где-то метра два. Да, где-то так. Вот, я думаю, что она за ночь просохнет. Вот такие дырочки, вот видите, прям вот этой палочкой. Где-то палочка, покажись. Вот. Палочки, шпажки продаются. Вот, кстати, фикс прайс. Спасибо за эти вот эти шпажки, вот эти вот. Вот, они очень помогают мне, работать с ними хорошо. Вот они остренькие такие. Вот, так что вот только так. Может быть, вы что-то посоветуете. Пересаживать их куда-то, в какую-то сухую землю. Ну, куда такие малыши? Вот, и она у меня не очень-то растет. Не знаю почему. Ну, есть такие цветы, которые фиалки, допустим, да? Фиалки, как они называются-то? Они вот и на глазки. Они вот стоят, 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 стоят. Малыши такие. Точно так же, как питуньи. И стоят, и стоят. Ну, никак. Они наращивают корневую. Ну, я так думаю, что они в это время наращивают корневую. Вот. Потом, как рванут. То есть, нужно тогда вершки, корешки нарастили. Вершки можно наращивать. Так что, уберусь сейчас. Пусть она чуть-чуть просохнет. Больше я для нее сделать ничего не смогу. Все, понесла я на место.